КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД Зарение газа в печах коксовых и в горелках ТЭС более равномерно уменьшает выбросы при горении. Экологии на Москоксе уделяется большое внимание. На различные программы по снижению воздействия производства на окружающую среду тратятся десятки миллионов рублей. Сейчас активно пересматривается вопрос со стоками предприятия. Главная цель сейчас это сделать безсточное предприятие, чтобы Москокс все свои источные воды аккумулировал у себя. Для этого проводились мероприятия по снижению объемов стоков внутри завода. Следующее мероприятие это по прекращению стоков. То есть то, что раньше ливневые воды уходили с завода, сейчас мы эти воды будем собирать и возвращать обратно на завод технологию. Заключительной частью визита стало общение руководства муниципалитета с коллективом завода. Выразить вам слова искренней благодарности за ту работу и тот труд, который вы проводите. Мы со своей стороны понимаем, что есть достаточно много вопросов, связанных с взаимодействием и органов местного самоуправления, и руководством завода. Но мы, как и прежде, готовы эти вопросы решать, сообщать. В торжественной обстановке Валерий Венцель вручил памятные медали, приуроченные к 90-летию Ленинского района. Спасибо вам большое. Михаил Федулов – представитель трудовой династии МКГЗ. Он даже работает в том же цехе, что и его отец. Михаил Евгеньевич признался нам, почему каждый день приходит на завод с радостью и хорошим настроением. Секрет. Люблю свою работу. А я с детства и не знал, что такое другое, куда-то пойти. Только коксогазовый завод. Как дед, бабушка, как отец мой. Общий трудовой стаж Федуловых на Москоксе целых 290 лет. И все работают на отлично. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова